У нас сегодня очень интересная тема заявлена, то есть мы будем говорить об Эншпиле на примере творчества Василия Смыслова. Кстати, у нас достаточно много людей сейчас онлайн. Когда начал изучать Эншпиле, обратил внимание на его партии. У Смыслова очень много книг интересных, там «Наука побеждать», «Искусство Эншпиля», «Тайны логийных окончаний», «С авторсти» много книг у него. Вот одно из самых важных правил, которое я выяснил, что базовые, то есть позиции, которые мы должны знать. И есть позиции игровые – понимать, то есть понимать, как разыгрывать. То есть база – это теория фактически, а игровые позиции – это позиции именно на понимание. Вообще тема Эншпиля очень важна сейчас в современном шахматном мире, учитывая, что игры многих шахматистов растет, то есть у всех есть доступ к знаниям каким-то, хорошим, плохим, не важно, все чем-то занимаются, смотрят, и, соответственно, уровень игры у всех вырос, уровень подготовки. Очень часто сильные шахматисты специально переходят какие-нибудь позиционные рельсы, и, например, у нас не слышно. То есть меня слышно хорошо, а тебя не очень. Тебе, может быть, надо микрофон прибавить? У меня микрофон стоит хорошо. А, все, вот сейчас вот и прям вообще отлично все слышно. Так, тут просто люди пишут… Я думаю, что если кому-то не слышно, да, если у кого-то не слышно, то нужно просто решить вопрос со звуком, потому что если тут половина слышно, половина нет, в любом случае звук у нас есть, правильно? Так, даже я себя сейчас очень громко слышу, настолько сильно, что, по-моему, слишком прибавил. Так, да, сейчас Виталий очень громко, наоборот. Олег на дальнем плане. Так, ну хорошо, значит… Ну, Олег, не слышно, потому что Олег намолчит. Да, я сейчас молчу, нет, все нормально, ладно. Так. В общем, тут у кого-то вообще звука нет. Все, продолжаем. Да, продолжаем. В общем, все. Да, ну, в общем, давайте продолжать, да, потому что многие будут записи смотреть, чтобы мы эфирное время, как говорится, не отнимали. Так вот, значит, сейчас сила игры многих шахматистов выросла даже на самых низах. И, соответственно, партия очень часто переходит в Эншпель. То есть, тут уже понимание шахмат, говорится, сказывается. Кстати, я Смыслов об этом тоже писал. Вот эти выражения все с молодежью в Эншпель, когда ребята с пониманием шахмат играли против, вроде, сильных шахматистов, но которые в Эншпеле, например, ничего не понимают. И их там легко обыгрывали. Я читал интервью многих тренеров, нынешних чемпионов. Вот они пишут, что при подготовке к турниру Эншпелю очень большое значение уделяется. Вот, например, даже Баладур Джабава. Я думаю, многие, ну, я, по крайней мере, вижу многих присутствующих, которые были на вебинарах с Баладуром. Мы слышали про его подготовку к турнирам. И он рассказывал, что Эншпель он тоже большое значение уделяет. И именно решает позиции многие для тренировки техники счета. Именно Эншпельного типа. Так, ну, и теперь, в принципе, подводим главной теме сегодняшнего. То есть, мы поговорим о смыслове седьмом чемпионом мира. Посмотрим его примеры. И я расскажу, покажу пример из творчества двух совсем молодых шахматистов в конце на турнире с чемпиата мира до 12 лет. То есть, вы видите, насколько уровень подготовки сейчас вырос и уровень понимания Эншпеля. Ну, по крайней мере, у одного из этих шахматистов точно. Так, значит, ну и давайте начнем. Перед нами позиция номер один. Можно ее рассмотреть со стороны черных. Так, перевернем. Ну что, смыслов играет черными, да, Виталий? Да, смыслов играет черными. Сейчас ход черных. Но вот сейчас у нас уже больше очень много людей, я смотрю. Давайте попробуем эту позицию оценить и найти план игры за черных. Так, ну, соответственно, у нас вебинар интерактивный, поэтому сегодня мы будем, естественно, напрямую взаимодействовать со зрителями, поэтому пишите, соответственно, ваши соображения в чат, то есть план черных, да, как нужно им реализовать лишнюю пешку в пешечном окончании. У черных начисто проиграно, вот уже сразу пишут. Так, Б5, толкать пешки на ферзевом фланге. Короля пока двигать не надо, чтобы потом вовремя встать в оппозицию. У кого не... А, так, это модератор написал. Так, С5, Б5, в общем, здесь разные предположения. Прорыв на ферзевом фланге. Ну, очевидно, что черные должны играть... Олег, давай всем скажем. Да, давай. То, что модератор написал, чтобы кто-то чат не читает, чтобы... Да, давайте. Значит, у кого не слышно, нужно установить флеш-плеер. Вам сама площадка предлагает установить вот этот вот самый плеер. Или зайти с другого браузера. Ну, а вообще, как повторюсь, что вы, в принципе, потеряете только интерактивность, если у вас сегодня что-то не удастся, потому что запись все равно никуда не пропадет. И потом вы уже с нормальным звуком все сможете посмотреть, если у вас какие-то проблемы именно с вашим оборудованием, то есть с вашим компьютером. Так, B5. И я предлагаю к этому вопросу больше не возвращаться. Чисто на шахматных моментах теперь остановимся. Так, ну, на шахматных все, очевидно, значит, сходятся к тому, что черным нужно реализовывать свое пешечное большинство на ферзевом фланге. Так как у белых здесь две связанные проходные, понятное дело, что черным нужно еще так же создать контр-игру для того, чтобы белые не смогли провести свои пешки в ферзи. Ну, король на Е6 сейчас стоит идеально. То есть, если даже предположить, что белые как-то будут надвигаться, король Ф4, там, король еще куда-то, то черные в любом случае пешку С просто-напросто проведут в ферзи. Белые, в принципе, не могут никуда далеко ходить королем. Они должны держать в поле зрения черную пешку по вертикали С. Ну, очевидно, что их план будет состоять в ходах король Е3, Ф4, дальше, соответственно, Е5, потом король Е4, и дальше уже надвигать пешки. Только в этом случае белые пешки могут представлять для черных какую-то опасность. Но сейчас, кстати, Виталий, ты не сказал, чей ход. Да, ход черных сейчас. А, ход черных. То есть черные даже здесь еще и темп наваривают. Я, кстати, думаю, что здесь не имеет значения, чей ход, но черный. Так, перезагрузка помогла. Вот, видите, 7 бет, 1 резет. Так, черные выиграют. Звук появился. Ну, все, отлично. Так, ну что, Виталий, давай продолжим. У нас, я так понимаю, сегодня, потому что много позиций, много есть о чем поговорить. Да, позиций много, много интересного. Да, я предлагаю теперь только на шахматных моментах. Настя, смотрите, теперь я, Олег, в принципе, все правильно описал. Несмотря на то, что у черных сдвоенная пешка, она все-таки лишняя. Черные здесь, естественно, выигрывают. Выигрывать можно по-разному, но главное, в конечной позиции. То есть, понимаете, тут самая главная проблема вот в чем. Понятно, что к этой позиции как-то черные пришли. Во время партии у нас там ферзей еще есть, к примеру, и у черных есть возможность эти ферзи разменять. Возникает вопрос. Стоит этих ферзей менять или нет? Будет этот оттеншпиль выигранный или нет? И вот как раз понимание вот таких моментов определяет силу игры шахматиста. Смыслов, естественно, все это понимал. И давайте посмотрим, как он это реализовал. А потом, что было у Смыслова, я остановлюсь на главном критическом моменте, который, в принципе, нужно именно понимать. И потом продолжим. Смыслов пошел С5. Я думаю, что тут можно и Б5 пойти. То есть, это не принципиальный момент. И белые здесь пошли Король Е3. Кстати, белые действуют тоже очень интересно. Они отдают как бы пешку на А4. То есть, если сейчас пойти, условно говоря, БА, то после Король Д3 Черные в квадрат становятся. Но тут не должны после хода А4 проиграть белые. Потому что Черные пешки никуда не двигаются. У Черных двели с них пешки, но они сдвоенные. Пешка дублера имеет и пешка С такого же дублера имеет. И получается, что белые усилить позицию не могут. То есть, если, например, они ходят Король. Ну, например, Черные какой-то ходят. Король Ф6. Король С2. Белые просто на месте стоят. Король Е6. Король С3. Но нельзя, например, Королем на Б1 идти, потому что тогда после С3 получается штаны, Крой это уже Черные. На движение пешек А и С, то есть А6 и пешки С7, тоже ничего не дает Черным. То есть, например, на ход Король С2, например, А5, там так. Это ничего не дает. Да, но здесь, забегая вперед, можно сказать, Виталий, вот ты поставил пешки на А3 и С3 при Короле на Б1, да? То есть, забегая вперед, как раз из тренинга по Эншплю вы как раз узнаете, что эти пешки, они называются пешками-недотрогами. То есть, когда вот Виталий пешки на А3 и С3 поставил, и все, эти пешки уже проходят самостоятельно. То есть, Король никак не может на них напасть. Нападение на каждую из пешек приводит к тому, что другая пешка просто проходит ферзи. Можно даже убрать смело пешки С7 и А6, и все равно получится так, что белые неизбежно проиграют, потому что попадут в Цуксванг. То есть, Король встанет между пешками, белые будут вынуждены сделать ход Королем, или просто отдать все пешки свои, потому что Король их заблокирует. И потом в любом случае наступит Цуксванг, Король будет вынужден пойти на С1 или на А1, и, соответственно, другая из пешек просто проскочит ферзи. Расположение вот таких пешек на А3 и С3, вообще сразу как бы, ну, в теорию, да, немножечко я углублюсь, или на А4, С4, неважно, или на С5, А5. В общем, пешек, которые располагаются через одну вертикаль, рядышком, вот так вот. Это называется пешки-недотроги. То есть, Король просто не может на них напасть и съесть, потому что любое нападение приведет к тому, что другая пешка двинется в ферзи. Ну вот, как-то так. Я надеюсь, объяснил. Я еще в детстве слышал правила блуждающего квадрата. В принципе, эти пешки, они создают квадрат между собой. Почему блуждающий? Потому что он двигается. То есть, в зависимости от того, как эти пешки, на какой позиции находятся, соответственно, такой квадрат они и создают. Я сейчас могу визуально это показать, что в такой позиции создали такой вот, с тремя гранями. Например, пешки двигаются на одно поле, то есть, например, c3, то квадрат мы видим уже пешки на одной линии находятся, соответственно, квадрат сдвинулся на одно поле и уже выглядит вот так вот. И получается, что так как линия этого квадрата, то есть, одна из сторон этого квадрата доходит до восьмой линии или до первой, то есть, до последней горизонтали, соответственно, выигрыш. Если сторона квадрата не доходит, тогда ничья получается. То есть, в этой позиции ничья, потому что, как вы видите, сторона на последней горизонтали оканчивается, а здесь уже выигрыш, потому что сторона этого квадрата на последней горизонтали. Да, но это все подробнее, это все узнают люди из тренинга. Всех правила эти. Так, ну, вернемся, да, мы так вот потихонечку будем иногда в тренинге, или углубляться. Олег, кстати, говорит сейчас о базовой позиции, то есть, базовой позиции, которая является основой для такой вот игровой позиции, потому что, не зная этих базовых позиций, черные могли здесь просто ба ударить, да, и подумать, ну что, у меня две пешки лишних, точно выиграю как-нибудь. Но, здесь уже мы говорим о конкретихе, что нужно четко, конкретно знать. Так, ну и в партии дальше было c4 сыграно, f4, c5, здесь уже перебились, король b3. Вот возникает такая вот позиция, очень интересная. Давайте сейчас подумаем, мы с Олегом молчим пока, пробуйте найти здесь за черных выигрыш. Так, c4 все. правильно ответы, вот пошли уже. Да, черные здесь, естественно, ходят c4, учитывая, что пешку на b4 брать нельзя, и на c4, то пешка c2, хоть, заходить король c2. Ну хорошо, король c2 мы пошли, как дальше играть черным? Нет, b3, мне кажется, это уже король бьет c3, и черные не будут в состоянии усилить позицию. Зачем же пешку-то отдавать? Тут на самом деле правильный ход указан, я думаю, можно любой ход королем сделать, но лучше всего или на d6, сходить или на f6. Ну, например, король f6. Идея в том, что сейчас мы или провоцируем короля и на c1, тогда будет b3, или заставляем его сделать любой ход пешка, f5 или e5, ну, например, е5, ковляж 5, все равно теперь он должен королем отойти, вводим так, король b1, например, c2, король b2, опять же c3, такое мы уже видели, король c1. Теперь попробуйте найти здесь вариант сильнейший. Но я думаю, это не представляет сложность уже, уже завершающая позиция. Да, но здесь совсем все просто. Здесь раз, два, мат в три хода. b2, кстати, не выигрывает, вот b2 предлагают, b2, король c2 просто забираем. Нет, нет, мат в три хода же. Ну да. Да, король e4, предложили e6, король d3, e7, ну и b2 ставим мат. То есть у черных еще, кстати, один темп запаса. Даже если бы уже e8 стоял ферзь, все равно b2 мат. То есть самое главное, что нужно было знать и понимать, когда идем на эту позицию начально, это то, что возникнет такая ситуация, когда белых будет две пешки связанных, у черных будет три пешки связанных. И три пешки в данном случае вы видите выигрывают, потому что вот эта пешка c4, хоть она и сдвоен, но она отнимает важное поле b3. И король не может переждать пойти король b3. Он должен ходить король c1, тогда мы захватываем еще пространство. То есть видите, казалось бы, пешка сдвоенная, а в то же время она важную функцию выполняет. За счет этого черные и побеждают. Думаю, что с этим примером все понятно. Можете вопросы свои задать, если все понятно, ставьте плюс в чат и пойдем дальше. То, что мы слов опирался на знание базовой позиции конечной, что она выиграна из-за черных и шел на эту позицию спокойно, зная, что он ее выигрывает. Зная и понимая, что он ее выигрывает. Хотя позиция еще абсолютно игровая. Тут можно еще и выиграть, и проиграть. Смотри, как играть. Да, все всем понятно. Едем дальше. смотря, как играть. Едем дальше и продолжаем пока по пешечным окончаниям. Позиция следующая такая. Вот ход черных. Слов опять играл черными. Здесь интересно понять, кто на что претендует. на что претендуют белые. Так, напишите свои догадки. То есть задача оценить позицию в приходе черных и в идеале сначала оценить позицию, а потом предложить план. Да, тут пишут, что черным надо на ничью спасаться. А почему черные должны на ничью спасаться? У них же есть возможность пешку аж образовать проходную. В то время как белым надо еще здесь постараться, чтобы организовать свою проходную пешку. Так. Вот сразу хочется сказать, да, вот опять же подводя к тому, что у нас будет тренинг и первые недели там у нас как раз будут разбираться пешечные эншпили. Так вот, в пешечных эншпилях ни в коем случае нельзя, скажем так, оценивать позицию на глазок. Все дело в том, что пешечные эншпили очень конкретные и результат здесь меняется просто буквально от каждого неправильного хода. То есть может быть позиция, например, быть абсолютно выиграно за черных, одно неловкое движение, позиция уже ничейная и одно еще неловкое движение и уже черные просто-напросто проигрывают. Так как пешки назад не ходят, фигур больше нет, темпы выиграть не может ни одна из сторон. Пешечные окончания всегда самые сложные и самые скажем так именно как это Виталий сказать слово-то самые значимые. То есть когда вы идете, грубо говоря, да, вот взять, например, партию гроссмейстеров. Сколько мы раз с вами наблюдали, когда, допустим, борется гроссмейстер против, ну, допустим, того же мастера. Гроссмейстер, допустим, видит, что если мастер пойдет там в пешечное окончание с лишней пешкой, то гроссмейстер это окончание удержит, потому что он знает теоретические базовые позиции. Мы с вами уже наблюдали во многих турнирах такое, как, например, Араньян, зная базовую типовую позицию. Помните, там движок показывал сначала какой-то плюс 5, там все в мире ахнули, а Араньян гири там проигрывает. А на самом деле движок просто не понимает, что в конце просто это теоретическая базовая позиция и Араньян там просто-напросто спасся. Спасся в окончании базовом теоретическом без слона, но уведя короля в безопасный угол. Он просто видел то, что он видел конечную позицию и, понятное дело, к ней стремился. И вот и в пешечниках, когда вы идете в пешечные окончания и когда вы их разыгрываете, вам нужно четко предоставлять конечную позицию. Пешечники очень конкретные, плюс их, конечно, считать гораздо проще. То есть в пешечнике можно просчитать допустим и на 10, и на 15 ходов вперед, потому что ходят тут в основном только пешки. Так, ну и давайте посмотрим, значит, так, пишут, значит, что здесь пишут. Так, так, так. Пишут разные вещи, я прочитал тут. Так, ничья, но за нее борются белые, черные за ничью сражаются. В общем, черные выиграют. Ну, в общем, из трех возможных результатов зрители написали как раз три. То есть единого мнения нету. Так, черные выиграют, король же 4 предлагается. Черные выиграют, и сейчас посмотрим, как партия продолжалась. На самом деле, черные, здесь, конечно, счетная позиция, как Олег правильно сказал, и считается она очень легко, потому что здесь не видно какого-то за черных альтернативного. Конечно, здесь единственный ход король же 4. Потому что альтернативы по-хорошему не видно. Король же 4 это обязательно ход. Да, и дальше темпы считаем. тоже альтернативы не видно, надо ходить король же 5. Да. Ну, и дальше смотрим. В принципе, это все легко же считывается, потому что это все очевидно. Вот здесь вот единственный момент, какую пешку бить? На h4 или на f4? Давайте сейчас подумаем все вместе. Для того, чтобы понять, какую пешку бить, мы должны ждать момент, когда ферзь проходит на доске и где король лучше стоять, на h4 или на f4? Так, ну вот на f4 неправильно люди пишут. На f4 он под шаг попадет с поля b8. Да, но он под шаг попадет, если белый успеет пешку на b8 провести. Так, а успеют ли они? Король бьет f4, король бьет a4. Дело в том, что... Так, надо считать. Король бьет f4, король бьет a4, g5, взяли-взяли. b4, g4, b5, g3, b6, g2, b7, g1, ферзь, b8, ферзь, шах. Ферзь проходит с шахом, в моем варианте, по крайней мере, если я что-то не ошибся. Ну, виталий сейчас скажет, прав я или нет. Ну, Олег, все правильно ты посчитал, только, конечно, черные не обязаны сразу пешку ввести, они могут королем подойти. Мы сейчас увидим, что сделал смыслов. Он пошел король f4, король a4, пошел g5, g4, b5, и квадрат пошел. Важная тонкость, король e5. Квадрат пошел. Да, дело даже в том, что здесь черные успевают зайти в квадрат, да, но самая главная тонкость здесь. То есть, казалось бы, b7, и сейчас на g1 будет b8, но после хода король c7, король a7, и уже под шах попадает белый король, естественно, выигрывая партию. Вот до этого момента явно досчитал просто смыслов. Вот эта позиция является конечной, когда мы оцениваем то пешечное окончание. То есть, на сколько получается ходов вперед? На 12. Так, у меня почему-то здесь вот консоль, и не показываются ходы. Нотации почему-то выключены. Как ее сделать? 12 ходов. А, вот, е-мое, у меня нотация была отключена. Да, 12 ходов. То есть, на 12 ходов смыслов легко рассчитал вот это самое пешечное окончание. Так, а что получится, если напрямую забирать пешку аж? Там, получается, одновременно проходит? Так, теперь посмотрим вариант, который, в принципе, более логичный, потому что трень попадает под темп, да, то есть, начинается движение пешек, но, естественно, уже краевого смысла эти нет. Пешки проходят одновременно. То есть, пешки проходят одновременно, и, даже несмотря на то, что хоть черных, я не уверен, что тут выигранная позиция. То есть, можно, например, дать шаг, но, на ферзь B3, например, как тут? Ферзь B3, король B3, F5, A4. По-моему, ничья получат. По-моему, и опять ферзи проходят. Пешки одновременно приходят. Да, одновременно. Да, ферзи проходят уже по второму кругу, они идут. Да, то есть, король S4, то есть, выигрыш тут зачерен только из-за того, что король успевает зайти, ну, догнать пешку B, но в то же время, еще один очень важный момент, если бы, например, черные проводили не пешку G, а пешку H, то была бы ничья, потому что, тогда, в конечной позиции, вот в этой, после короля A7, у него не было бы же один ферзь. Понимаете, то есть, если вести любую другую пешку, здесь не пешку G, тут же можно пешку F вести, например, ферзи, да, B4, король E5, так, 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 надо догонять, сюда, тут, кстати, пешка D3 очень грамотно стоит, да, если пешки D3 не было, можно было бы F2 пойти, на B7 F1 с шахом, но, тут приходится ходить F2, сюда, по всем выясняется, что шаха-то нет, то есть, видите, кажется, можно и пешку F вести, да, но выигрывать только на движение пешки G, это чистая конкретика, конечно, чистая конкретика, чисто расчет, да, который смыслов, в принципе, опять же, он на эту позицию шел, но она очень легко считается, то есть, тут, в принципе, у черных альтернатива, или пешку F вести, или пешку G, ну, и альтернатива, какую пешку бить, на F или на H, несколько подвариантов, они очень легко рассчитываются, учитывая, что ограниченное количество ходов и у белых, и у черных, и, в принципе, идеи все понятны, тоже такая достаточно простая партия, да, ну, красиво, смыслов, то есть, получается, издалека подметил, что он успевает в квадрат пешки B, за счет того, что он успел в квадрат пешки B, белым пришлось поддерживать свою пешку, ну, и при этом на поле А7 он оказался завлечен под шах, то есть, ход в ход черные выиграли, так, ну что, ставим плюсики, если все понятно, и смотрим дальше, да? в этот момент, да, так, следующее окончание, и здесь, я так понимаю, чей ход? тут ход черных, так, тоже ход черных, отлично, так, ход черных, ну что, предлагают B5, ну да, тут начали сразу все с ходов, давайте попробуем оценить позицию, в самом начале, да, те, кто с нами с первых тренингов, знают, что у нас уже были тренинги, как раз по оценке позиции, и плану, и там мы как раз говорили, что, как раз является ошибочным, предложение ходов, без оценки позиции, то есть мы сначала должны оценить позицию, понять, что будут делать черные, где их игра, и соответственно, уже потом, в соответствии с намеченным планом, мы должны уже находить ход кандидат, а не наоборот, когда мы просто делаем ход кандидата, а потом уже под него стараемся думать, а зачем я этот ход сделал вообще, какую цель я преследовал, когда делал этот ход, то есть, в шахматах нужно сначала спланировать, потом уже, соответственно, искать средства для осуществления плана. Это касается как атаки, так и защиты, понятное дело. То есть, если мы оцениваем позицию, что черные здесь борются за ничью, мы должны находить, соответственно, средства для этой самой ничьей, то есть, как-то препятствовать, например, продвижению белой пешки ферзей. Если же мы считаем, что у черных здесь полноправная контр-игра, то мы, опять же, должны находить средства для получения этой самой контр-игры. Я, кстати, скажу, что здесь черные борются за ничью. Если, например, пойти Б5, как многие предлагают, то выигрывают белые, причем очень легко. И вот предлагаю вам сейчас самостоятельно найти после хода Б5, если черные так играют, смыслов, естественно, так не пошел. Хода Б5 естественного хода, абсолютно естественного, то есть, мы все понимаем, что хотим создать здесь проходную пешку и ставим свое численное превосходство на этом фланге пешечное. Ну, то есть, ход Б5 абсолютно логичный, но он не конкретный, соответственно, задача, как раз, наша сейчас сводится к тому, чтобы выигрыш этот предложить. Вот попробуйте сейчас в чате написать, как белые после хода Б5 выигрывают. Да. Интересно. Сейчас посмотрим. Я вот свой ход могу предложить, но не знаю, правильный он или нет, потому что те позиции, которые показывает Виталий, я их тоже вижу как бы впервые. Я сегодня приглашен, потому что, как обычно, в качестве соведущего Виталий подбирает примеры, ну, а я, соответственно, стараюсь сделать так, чтобы наше общение не было скучным и имело такой вот характер диалога, да, разговорного, интерактивного общения. Так, Б5. Не только шахматного. Так, Б5. Так, ну, вот, правильный вариант предлагают, потому что после Б5 Б, С, Б, Король, Д5, думаю, здесь уже проверено. То есть, если пойти, например, С4, то просто Король, С5, и на Б4, Король, С4, кушаем все. С лишней пешкой остаемся. Если пойти в этой позиции Б4, ну, будет просто такой удар, набрали Король, С5, ну, и также, к следующим ходам, Король, Б5, и съедаем пешку А5. То есть, опять же, с лишней пешкой остаемся. Поэтому ход Б5 здесь не спасает. Спробуем спасение найти. У черных надо найти спасение. Как это сделать смыслов? У белых четкий план. Они сейчас реализуют свою лишнюю пешку на Королевском фланге. Так, пишут тогда Король Е7. А4. Кстати, у нас с новым учебным годом пока небольшая пауза немножко. Немножко разбавлю такую паузу, пока люди считают и ищут сильнейшее продолжение. Я скажу, что с новым учебным годом у нас тоже начался новый учебный год, и мы на этой неделе проводим вебинар. На следующий у нас будет сеанс. Я буду играть, Олег будет комментировать в режиме онлайн. Это будет четверг. На следующих выходных так что у нас в ближайшие месяцы и дни будет очень насыщенная шахматная жизнь. Да, но стрим с сеансом одновременной игры будет проходить на моем канале, как раз на основном шахматы Олег Саламаха, поэтому все смогут прийти и посмотреть. А некоторые даже смогут сыграть. Да, но об этом чуть позже. Так, А4 нужно посчитать. Действительно, вот я смотрю по статистике здесь, да, А4 самый сильный ход здесь А4. Дело в том, что мы просто лишний темп выигрываем. Получается, что после хода А4 белым нужно тоже какой-то ход сделать. Ну, например, H5, как было в парте, или король H5. Ну, король H5 король далеко уходит, тут мы уже выиграть не можем, но ничья делается точно. То есть, например, ходим так, на король C4 размениваемся. Ну, здесь, кстати, по-моему, король D5 как минимум ничью делает, да, потому что тут уже белые должны бороться. Получилось, что в этом варианте у нас как отдаленная проходная возникла. Поэтому белые тоже должны точно играть. Белые могут F5 или H5 пойти. Давайте посмотрим, что было в парте. В парте было H5, король Е7, то черные пока не намерены бы 5 ходить. Вот теперь на ход король F5 пошли бы 5. Если здесь пойти G5, то в принципе ничего не меняется. Просто B5 ходим. Перебились. Так, так. Король C4 B3. Опять же, это все форсировано. Ну и например, например, так, потому что G6 можно проиграть, наверное. Перебились, да, и пошли король Е6. Но здесь точно ничья. Следующим ходом король F5. А, кстати, одна интересная тонкость. Здесь, видимо, если пойти король Е6, казалось бы, он здесь проигрывает. G6, король F5, F4, король D5, король G5 сюда. И неожиданно белый еще и выигрывает. А если вернуться на несколько ходов назад и попытаться пешку H скушать, то есть на король C4 пойти король G4 сразу. Роль D5 так. F5 сюда. Король Е6. Следующим ходом F6. И опять же белый выигрывает. То есть уже, видите, даже в конечной позиции все равно точность нужна. То есть здесь не король Е6, абсолютно естественный ход. Его можно сделать, многие даже могут сделать не задумываясь. С идеей короля F5 пойти очень логичный ход. Но тут выясняется, что G6 чисто конкретная идея, которая выигрывает. Надо бить HG и потом король Е6 ходить. Теперь уже ничья получается. То есть пешку мы в любом случае кушаем. И получается размен и полное истощение сил и ничья. так в партии кстати было. Здесь есть еще вариант F5. То есть например если пойти F5 в принципе черные тогда тоже ходят король F7 например G5 убиваемся но опять же король D7 и как только можно даже B5 здесь пойти чтобы никаких контр шансов не было. так это мы уже сегодня видели в разных интерпретациях но и тут ход король D6 следующим ходом играем король Е5 если черные если белые ходят король C4 получается нища опять же полное истощение позиции и видите то есть за нищу борются черные хотя как мы видели должны в некоторых моментах соблюдать чтобы не проиграть но в то же время ничья достигается во первых знанием и пониманием правильной идеи которую черные должны провести в принципе понимаем что это B5 но в то же время сразу проводить нельзя как мы выяснили нужно сначала пойти A4 и потом опять же после хода H5 смыслов не сразу пошел B5 сначала пошел король E7 то есть он провоцирует короля подальше отойти уже только после хода короля H5 когда король на один ход когда мы уже ходим B5 то есть такая вот тонкость так ну отлично вот это уже был довольно сложный тоже закончили несмотря на то что пешечный да некоторые пешечные шпиль есть довольно если все понятно ставьте тоже плюсик так ну тут все понятно единственное вот спрашивать на каком будет значит сайте сеанс то есть я так понимаю наверное это будет на планете потому что на планете можно поставить наблюдать и мне будет я так понял когда виталий будет переключать доски меня должно перекидывать вслед за ним переключать то есть мы еще ты можешь за всеми досками следить и комментировать в таком режиме свободном а я буду играть по ходу дела то есть ты будешь моменты интересные отмечать какие-то свои комментарии вы там со зрителями будете что-то обсуждать да это будет на шахматной планете а по поводу записи на сеанс я думаю что мы сейчас посмотрим еще еще один пример из пешечного окончания и переходе на другой тип окончаний как раз немножко возьмем небольшую рекламную паузу так сказать так значит перед нами еще одна позиция она тоже из партии смыслова она очень известная кстати это производная позиция последними двумя ходами белые поменяли коня и ладью на слона и ладью смыслова то есть позиция была главная здесь ход белых так ход белых переворачившая позиция была такой она кстати очень известная позиция была вот такой вот белые здесь зачем-то ударили ладья ж7 и после ладья ж7 конь ж7 король ж7 перешли в пешечное окончание но они не зачем-то ударили они рассчитывали выиграть мы сейчас увидим почему именно так поступил соперник смыслова абсолютно выигранная позиция у белых можно было просто пойти король е2 подтянуть короля или там пойти король е2 потом ладья ц8 или еще какой-то план провести то есть пешки сыпятся конь тотально доминирует над слоном g7 и соперник смыслово ошибся просто перешел неправильно оценив позицию перешел как он думал выигранное окончание чуть еще не проиграл после король g7 но я уже сказал в принципе оценку позиции визуально выглядит что все очень легко и просто сейчас король приходит на c4 у белых кушает эту пешку в принципе белые легко выигрывать но тут не так все просто в партии белые пошли g4 попробуем понять что будет на король е2 ход как что смыслов здесь хотел сделать почему король е2 играет пойду король d3 потом король c4 черный король не успевает к пешке b к защите и легко выигрывать белые вроде как да в принципе правильная идея уже была описана черный делает ничью из-за угрозы прорыва только приду интересно черный делает ничью из-за угрозы прорыва c5 a5 с идеей c4 вот план черных я кстати вспоминаю эту позицию точно виталий ты сказал она знаменитая она как раз очень подробно разбирается там выяснится что после король c4 не будет хода король c5 во многих книгах разбирается да там не будет хода король c5 потому что прорыв будет именно на королевском фланге вот аж гипсов сергей абсолютно верно и правильно сказал что черные здесь делают ничью из-за угрозы прорыва на королевском фланге ну и давай покажем тогда этот вариант то есть белый допустим предположим приходит да на цичь давайте посмотрим вот король едва я хожу белыми да сейчас ход черных черный например ходит король g6 это обязательно ход так так и теперь g4 ходим то есть аж король g5 например король c4 король g4 так король f4 король c5 король e4 так f5 c4 f4 f3 ну тут по-моему ничья получается это конечно все надо считать но это первое ферзя проводить то есть я думаю что здесь они как минимум не проиграют ну да только вадим не надо поставить тут тут конечно ферзь да поэтому в такой позиции естественно черные здесь не проигрывают никак потому что по-разному х6 видимо самое простое сохранив ферзей потом так ну то есть в принципе вот такая вот идея по крайней мере я думаю что тут можно и f5 проводить тоже этот ход тоже дает ничью как смыслов потом партии проводим я думаю что здесь соперник смыслова уже понял что не все так просто поэтому пошел g4 g4 он хочет заблокировать краевские фланги потом на ферзе легко выиграть то есть hg hg возникает такая позиция ход черных что делает сейчас черные вот здесь смыслов конечно поднял можно сказать этюдную идею поднял и звать черных сейчас g4 дайте сильнейшее продолжение g4 предлагают за черных g4 это естественно правильный ход парадоксальное решение кстати дело в том что после g4 казалось бы пешка становится защищенной проходной но у черных в то же время получается четкая контр-игра c5 да и вот здесь вот надо показать почему нельзя бить вот эта позиция неожиданно выясняется да на c5 так только единственное король h5 здесь ход был сделан а король h7 а даже король c4 не пошли потому что на король c4 уже выигрывают черные после хода f5 король на f5 просто еф е4 и выигрывают уже черные да у белого короля смотрите нет ни одного хода на c3 например опять ходим да если например пойти f6 так все на этом ходы пешками закончатся король вынужден будет ходить и после и 3 выигрываем то есть видите тут еще и черные могли выиграть в какой-то момент но в партии насколько сильная контр-игра у черных оказалась в партии соперник пошел король d3 на король h6 пошел c3 c3 a5 cb здесь согласились на ничью потому что король c4 как мы видели ходить нельзя из-за того что король c4 просто f5 выигрывает но на король e3 какой-нибудь король h5 ход здесь уже повторение позиции идет черные какая сильная угроза сходом f5 и даже несмотря на защищенную проходную казалось бы то что сейчас король на c4 легко проходит и пешку c5 может скушать выясняется что эта угроза черных много опаснее всех угроз которые белые создали вместе взятых да и вот как раз из этой партии то что я как раз и говорил то что вытекает что пешечные окончания они очень конкретные то есть если мы и переходим в пешечные окончания мы уже должны быть уверены в том что побеждаем мы или нет вот здесь вот белые явно подумали то что пешечные окончания легко выиграно но как мы видим здесь смыслов преподнес немало сюрпризов с практической точки зрения да вот Виталий верни в самое начало вот правильно ты сказал что если мы не уверены потому что в пешечных эндшпилях могут быть какие-то вот такие вот этюдные методы спасения если мы не уверены то проще всего здесь а ну ты меня здесь передал ну проще всего конечно было не бить никуда на g7 просто сыграть король e2 и передать очередь хода это самое практичное решение потому что здесь мы видим что конь на поле f5 намного сильнее слона на поле g7 слон на поле g7 у черных очень плохой так упирается в пешке на поле f6 e5 g5 h4 видите все пешки у черных стоят на плохих полях черные практически сразу попадают в цукцванг что получается что черным надо делать какой-то ход ладья у них никуда не может никуда покинуть слон связан король не может пойти на поле f7 теряется слон а за ним и ладья а если черные сыграют король h7 то вот здесь уже мне кажется белые просто выигрывают темп и теперь они уже наверное могут перейти в это самое окончание если король уже на d3 вот здесь вот я конечно не знаю просто вот ну темп мы по крайней мере уже точно если король на d3 да они успевают да они успевают то есть надо было просто никуда не торопясь сделать король e2 это самое практичное решение и посмотреть что будут делать черные то есть просто передать очередь хода на c5 можно издевательски сыграть там допустим f3 все пешки поставить по белым полям и ждать как черные предпримут какие-то попытки освобождения с другой стороны повторюсь что позиция такова что черные вообще в полном цуксванге и вот это вот поспешное решение сразу съесть на g7 вот оно как раз выдает в сопернике играющего черными класс борьбы именно ниже нежели класс как раз играющего черными смыслово потому что смыслово после этого в блестящем стиле спас это самое окончание ну а на таком высоком уровне понятно дело что каждые пол очка они очень важны так ну что давай виталий подведи итог сейчас я так понимаю у нас пешечное окончание закончится да да пешечное окончание закончились как видите пешечное окончание справится на небольшое множество базовых позиций теоретических ну и все остальное это уже расчет расчет в каждой конкретной позиции то есть есть какие-то общие понятия но в целом понимание того как оценить приходит во-первых с опытом во-вторых конечно с представлением точнее с конкретным расчетом конкретной позиции я читал интересное мнение недавно что например ферзь с конем мы знаем сильнее чем ферзя со слоном по статистике это доказывается один к трём примерно но в то же время не обязательно что в данной конкретной позиции например ферзь с конем будет сильнее чем ферзь со слоном бывает и наоборот кстати говорят что ладья со слоном сильнее чем ладья с конем но вот позиции которые мы сейчас видим у Сумслова явно конь с ладьёю сильнее то есть это исключение скорее чем правило поэтому мы каждую конкретную позицию должны оценивать индивидуально то же самое любой размен любое решение в Эйшпере мы должны оценивать индивидуально исходя из конкретной позиции так ну в принципе по пешеным окончаниям мы на сегодня именно закончили сейчас мы переходим дальше к фигурным окончаниям так Элег может быть немножко расскажем о сеансе который будет проходить так о сеансе или оставим на потом уже на конец не ну можем и сейчас рассказать соответственно потом уже ну давай на конец оставим ну давай хорошо так значит у нас следующая позиция вот такая в приходе белых но это уже игровая позиция соответственно то есть конечной оценки тут нет есть просто оценка получше похуже попробуем эту позицию оценить кстати Смыслов играл шахматистом по фамилии Карлсон Карлсон ну это естественно не тот Карлсон ну да так ну что посмотрим сейчас что пишут зрители в чате так у меня пока что-то ничего не пишут у меня приложение зависло или люди просто ничего не пишут так так Виталий ну ты можешь посмотреть что пишут или не пишут у меня потому что а вот у белых лучше появилось сообщение у черных выигрыш так вот видите какие разные оценки белыми кстати играл смыслов может белыми играл смыслов может это повлияет как-то на на принятие решения на оценку позиции да так но я вот не вижу сколько у нас зрителей у меня не показывается здесь приложение ты Виталий можешь наверное смотреть да у нас много зрителей сейчас так 61 что это 61 61 зрителей видимо так у белых выигрыш у белых лучше ну вот смотрите вот пишут да вот Илья значит а нет не Илья вот Виталий Бачегов пишет да у белых выигрыш но вот о чем скажем так на чем основана такая оценка позиции то есть попробуйте ее обосновать почему здесь у белых не просто там лучше или хуже а вообще выигрыш то есть если вы говорите выигрыш то значит вы должны иметь конкретные какие-то варианты за счет чего белые добиваются выигрыша мы должны именно оценить позицию если мы ее правильно оцениваем другое дело что оценка позиции зависит именно от нашего шахматного уровня если мы правильно оцениваем позицию бывает ведь так что нам кажется зрительно да то есть что у нас лучше а на самом деле реальная оценка такова что у нас допустим хуже и мы пребывая в иллюзии то что у нас лучше можем просто идти там на какие-то дальнейшие ослабления думая что мы наоборот позицию усиливаем а на самом деле мы только лишь раскрываем свои слабости так вот первое дело нужно оценить позицию если мы ее правильно оцениваем то соответственно дальше находим уже ходы подтверждающие нашу оценку позиции и таким образом мы играем в шахматы говорить вот так вот голословно что здесь выиграны и прочее конечно так не стоит и вообще здесь вот я затрудняюсь вообще в оценке позиции то есть можно лишь предположить что здесь у белых лучше за счет чего кстати вот да вот мы предлагаем то есть мы говорим за счет чего должно здесь быть у белых лучше я предполагаю что у белых здесь получше за счет того что у них король в центре то есть король активнее плюс у них пешечное превосходство на ферзевом фланге 3 пешки на 2 другое дело Что пока черные, как мы видим, все это дело успешно блокируют То есть белые не могут прорваться Они могут, кстати, пойти, например, А5 На БА, например, там, С5 Но это, опять же, уже требует счета определенного Да, вот Роман Акимушкин правильно написал Говорит, если белыми играл Смыслов, то у них выиграно Вот и все обоснование А если бы белыми в этой партии играл Роман Акимушкин? Ну, у белых здесь поприятнее позиция У них позиционное преимущество Благодаря активному расположению фигур И першечному превосходству на ферзе фланге Гура у них стоит все лучше То есть ладья стоит очень активно Несмотря на то, что она стоит пока не по открытой линии Но в то же время она поддерживает на движении пешки С Вопрос, как ходить белым Вот, в принципе, правильный ход уже предложили тут Поэтому на этом вопрос исчерпан Белые пасли А5 Белые последовательно ущеливают свою позицию Угрожая двинуть пешку до А6 А затем, например, пойти конь С6 И привязать ладью к пешке А7 Если теперь пойти БА, то после ладья 1 Пешка А падает Ну, и в принципе, у белых тотальная превосходство Потому что там и пешка А7 слабая И пешка С в движении может прийти в любой момент Черные пытаются построить какую-то крепость другим способом Они здесь ходят конь С5 Черные, естественно, пытаются держать позицию Белые ходят А6 Король Ж7 Ладья С2 То есть ладья С2 это больше профилактический ход И при этом еще угрозу создавали с ходом ладья Д2 Постараться или разменять ладья Потом конь С6 заехать Ну или линию Д захватить Поэтому черные вынуждены ходить конь Е4 Что делать дальше белым Вот как белым дальше усиливать позицию Давайте обдумаем этот момент Так, конь С6 предлагают сразу Ж4 Предлагается подменять Немножко пешек Ж4 самый сильный ход в такой позиции Черные контролируют линию Д Но белые теперь начинают активные действия на крыльском фланге Стремясь вскрыть линию для своей ладьи При этом у черных Еще слабость на А7 потенциальная Они должны за ней постоянно следить И по возможности линию Д контролировать Чтобы ладья белых не выбила Ладью черных с линии Д Иначе тогда сразу проигранный был Бить, естественно, нельзя Конь там подвязан Теперь ходим Ж5 Роль Ж7 Здесь, естественно Тактика приводила К проблемам после хода Конь С6 И теперь обе фигуры под ударом Поэтому приходится отступать Король Ж7 И вроде у черных все хорошо Крепость стоит Все крепко Но белые здесь продолжают дальше накатывать Услов показывает четкое профилактическое мышление Если он ходит Сразу бы пошел АС4 То черные могли ответить Х5 А теперь на ладья Ж2 Будет Х5 Тоже Аш Король А6 И следует ход ладья Ж6 С выигрышем Потому что на король Ж6 Будет просто Конь Е5 Забираем на Д7 Потом Следующим ходом Забираем пешку на Б6 И пешка проходит ферзи То есть такая четкая профилактика Против хода Значит ладья Ж2 Король Ф8 Аш4 Теперь ладья Аш2 Ну если пойти сейчас Например король Ж7 То после АЖ АЖ Ладья А6 Не совсем понятно Как защищаться от Конь Е5 Ну и сейчас еще ладья Ж6 Грозит удар конкретный Таи выигрывает Потому что Черных как раз две слабости Принцип двух слабостей в действии Первая слабость на Ж6 Вторая на А7 Белые расшатываете Слабости выигрывают Поэтому после АЖ5 Черные ударили ЖАЖ Ладья АЖ5 Король Ж8 Ладья АЖ1 Король Ж7 Конь Е5 Белые ходят Король Е2 Теперь Как ни странно Но получается Своебразная Цук Цванг У черных нет полезных ходов Полезные ходы закончились А белые сейчас хотят И Конь Е6 Еще заехать Сразу Например Конь Е6 Получалось Что какой-то ход Конь Е5 Есть Хотя В принципе Там можно Все равно На А7 Пешку забрать Поэтому Я думаю Что можно И Конь Е6 Сразу было ходить Но Смыслов Выжидательный ход сделал Теперь пошел Конь Е6 Да Но здесь Позиция разваливается Разваливается И черные здесь Проигрывают То есть Видите Так Очень Покойно В таком Простом Позиционном ключе Но Белые постепенно усилили Позицию И выиграли партию Еще началось С хода А5 Как раз Создавая Слабость После хода А6 Ну и потом Создали вторую слабость На движении Пешек ЖАЖ Спокойно Практично Выигрывали Эту партию Смыслов Я думаю Принцип Не спешить Реализовал Попадя Король Е2 Король Е1 Какую-то профилактику Сделал Излишнюю Может быть Какие-то там Тактические Закономерности Увидел Или еще что-то Но Веншпиле Одно из самых Главных правил Это конечно правило Не спешить Но не только Веншпиле Но Веншпиле Особенно Потому что Самое сложное Это выиграть Выигранную позицию У нас позиция Выиграна Уже вот Казалось бы Сейчас в конце 6 Быстро заедем Смыслов 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 Видите Провел Какую-то профилактику И Какие-то Тактические Закономерности Позицию Устранил Просто Тическим Отводом Короля На первую Линию Так Ну я думаю Что по этой Позиции Тоже Все должно Быть понятно Если так То тогда Переходим К следующей Позиции Последнее Из творчества Смыслова Сегодня Так Ну что Ставим Плюсики Там у нас Зрители Еще не уснули Так Нет Вроде Не спят Да Да Ну вот Здесь Вот Кстати Вот На таких Позициях Очень Хорошо Как раз Именно Качать Свой Уровень То есть Вот Разбирая Вот такие Позиции Здесь Потому что Мы что Видим Белые Провели Просто Напросто Свой План Который Состоит Из Трех Этапов Первый Этап Видите Они Создали Пешку Гвоздь На поле А6 То есть Реализовали Да Вот этот Вот самый Перевес Да я Здесь Даже Не знаю Виталий Как стрелочками Тут Показывать Просто Первый Этап Они Пешку Задвинули Второй Этап Так как Одной Слабости На поле А7 Явно Было Недостаточно На Конь С6 Черные Всегда Имели Ход Вадя Д7 Вторым Этапом Было Образование Слабости На Королевском Фланге То есть Вот Эти Ходы Сейчас Вернемся Вот АЖ АЖ Так Вот Сюда Вот Так Нет Не сюда Подождите 5 секунд Так Да Виталий Тут уже Столько Ходов Наводил Король Е8 Аж Два Да Вот Эту Вот Эту Всю Идею Вот После Ж Король Вадя Бют H5 Король Ж8 Вадя H1 Король Ж7 Конь Е5 Вадя Д8 Вадя H6 Вадя Д6 Ну и Король Е2 Это так называемая Передача хода Можно сказать Потому что мы видим Что черные Находятся практически В цуксванге То есть Король у них Не ходит Потому что Он привязан К пешке Ж Можно конечно Пойти Король Ж8 Может быть Кстати Стоило пойти Даже Король Ж8 Но видимо Как бы Здесь Кстати Вот Виталий Ты бы Что Предложил На ход Король Ж8 Если бы Черные Продолжали Стоять На Король Ж8 Надо Можно Конь C6 Пойти Наверное С выигрышем Пешки А Конь C6 Да Вадя Д7 Нет Хода Спешит Вадя Д6 Да Двух Слабости В действии Да Да Вот здесь Образовалась Вот это Самая Слабость И Вот это Самая Слабость И Вадя С Четко Реализованный План Благодаря Чему Благодаря Тому Что Черные Были Полностью Лишены Контр Игры То есть Вообще Никакой Контр Игры Нет Даже Вадя Никуда Заехать Не Может В тыл Потому Что Всегда Пешки Висели На практике Может Случиться Конечно Так Что У Страны Которая Защищается В любой Момент Может Появиться Контр Игра То есть Учить Эншпиле Нужно Как раз На Примере Именно Таких Чистых Партий Где Планы Проходят В чистом Виде Потому Что Если Сейчас Открыть Какие Партии Карлсона Или Еще Какого Шахматиста То По их Партиям Сложно Изучать Эншпиль Потому Что Там Защита Уже Совершенно Запредельная И Все Эти Позиции Которые Мы Сейчас Разбираем Они У них Как На Они Просто Прекрасно Все Знают Так Ну Что Давай Виталин Идем Дальше Кстати По мнению Многих Трениров Как раз Это И Является Проблемой Совершенствования Многих Шахматистов Эншпиле Потому Что Многие Изучают Только Классиков Современности То есть Смотрят Партии Карлсона Крамника Последние И Вот Таких Чистых Партий Очень Мало Когда Какой-то Четкий План Костоянно Какая-то Игра Идет Такая Сложная В понимании Да Ну вот Из последних Партий Наверное Можно отметить Партию Карлсона Как раз На Турнире Где они Там Играли В этом На кубке Сингфилда Когда Карлсон Просто Вчистую Переиграл Сергея Карякина И Конечная Позиция Также Носила Позицию Цуксванга То есть Там У черных Просто Не оставалось Ходов Карякин Просто Сдался То есть Там Позиция Была Материальное Равенство Но Настолько Она Была Плохая То есть Вообще Ни одного Хода Не имели Черные И просто Карякин Сдался Да Шерешевский Об этом Также Говорил Вот Пишет Вадим Мартиш Так Ну что Рассмотрим Еще Одну Позицию Давай Виталий Идем Дальше Да Рассмотрим Последнюю Позицию Которую Как раз Разыгрывал Смыслов И Потом Посмотрим Как я уже Обещал Партию Двух Ачиков На турнире До Чемпионата мира До 12 лет Смотрим Как Уже В таком Возрасте Играют И Сделаем Определенный Вывод Значит У нас Смыслов Опять же Играет Черными Такая Вот Позиция И Ход Черных На Первое Что мы Договорились Это Оценка Позиции Потом Уже Соответственно Предлагаем Ходы Так У черных Лучше У черных Лучше Так Определились У черных Лучше За счет Пешечной Структуры Вот Нормальный Конкретный Ответ У черных Пешка Б4 Сильная Тоже Принимается Так Ну теперь Соответственно Когда мы С вами Оценили Позицию Нужно Наметить План Игры За Черных Черными Играл Смыслов Да Да Черными Играл Смыслов У него Естественно Позиция Лучше За счет Лучшего Печного Расположения И Большей Активности Фигур Так У белых Связан Слон Ну Ход Черных Да Понятное Дело Что Ход Черных Потому Что У нас Висит Слон На поле F8 То есть Здесь Я так Понимаю Ходов Кандидатов Не так И много Так Вот Олег Иванов Дал Хорошую Четкую Оценку У Черных Лучше За счет Активности Всех Фигур Однако Выиграть Непросто Вот Это Наверное Ну Такая Довольно Таки Хорошая Оценка Позиции Потому Что Действительно Выиграть Непросто Даже Если Предположить Что Белым Как-то Удастся Разменять Ладьи Сразу Получится Какая Ничья Потому Что Наличие Разноцветных Свои Особенности Позиции У Белых Связан Слон Все Открыто И Сдвоенная Пешка Да Ну Ход Теперь Предлагайте Слон Висит Так Слон С5 Слон Е7 Слон С5 Слон С5 Предлагают Слон Надо Д4 Перелести Оставить Куда Угодно Здесь Я думаю На Смыслов Поставил На С6 Оставил Смыслов Он Хочет Его Перевести На С3 Давайте Посмотрим Как Это В действии Все Получилось Так Так Водице 8 Слон Д2 Как Только Слон На С3 Перейдет Координация Фигур Белых Сразу Нарушается Но С3 Он Может Потом И На Д4 Перейти Да И Атаковать Пешку Ф2 Кстати Опа Слон Атакован Слон Д4 Пешка Атакована Слон С2 Пока Держимся Теперь Теперь Уже Надо Когда Белый Находится В Цукс Ванге Уже Как То Это Усилить Позицию Давайте Подумаем Как Усиливать Дальше Позицию То Что Слон Не Ходит Теряется Пешка Ф Ну На Водице 2 Бух От Водя Бьет Б3 Так Король Е5 Вот Централизация H5 H5 Король Е5 Король Е5 Но Большинство За Король Е5 Так Нет И H5 Тоже В общем У нас 2 H5 2 Король Е5 Так Виталий Да Ну В партии Черные Пошли Король Е5 О Как В общем Видимо Смыслом Отличие Направляется Запишкой H2 Переведем Он Просто Запишка H2 Направляется Такое Ощущение Один Из Вариантов Король G5 Удет C4 Удадим Так Как Слон Висел Тупеж Куба 4 Брать Не Забыло Пока Я Б1 Король Не 2 Происходит Размен Пешек Теперь Смыслов Начинает Гнать Пешку H Что H5 И Самое Интересное Ее Держать Нечем Особо Король F6 Ну Если Пойти F5 То Ладья Потом На H7 Сможет Пешку H Как Контролировать После Короля 6 Контроля Нет Над этой Пешкой Так Приходится Еще Давать Еще Одну Пешку Слабо Король Опять же Слон На D1 Висит Нельзя На F7 Брать Ходит Слон H5 Теперь Давайте Попробуем За Черных Найти Сильнейшее Продолжение В этой Козиции Так И На Е4 Висит И На B3 Висит О H3 Хороший Кстати Ход Слон На H5 Будет Потерян После Короля Бивает H3 Водя H1 Король G4 Водя H4 H3 Видимо H3 И Получается После H3 H3 Просто Ускоряет Здесь Выигрыш Потому что Теряется Слон H5 Это Просмотр Был Но Позиция Уже Так Плохая Белые Просто Следующим Ходом Ходят Черные Точнее Ходят H5 Например Слон H3 H5 Перебились Пешку B3 Будем Забирать Не будем Потом Ходим G4 H3 Соответственно Белые Здесь Поигрывают Мы Видим Как Тоже Поэтапно Смыслов Сначала Слона Перевел На Активную Позицию На Идеальную Потом Подключил Короля И Потом Начал Разменял Пешки Пешку B На Пешку H2 И Начал На Движение Своей Пешки А как Только Пешка Присла В Движение Фигуры Черных И так Были Активные А фигуры Белые Засуетились Потеряли Еще Большую Координацию И В конце Концов Еще Ходом H3 Партия Сразу Закончилась Значит Ну И Давайте Теперь Перейдем К Последнему Примеру Как Раз Я уже Говорил Такая Достаточно Сложная Запутанная Позиция Да И чей Ход Отбил Переворачиваем Пробуем Оценить Позицию Скажу Что Эта Партия Игралась В последнем Туре Чемпионата Мира И Победитель Этой Партии Стался Чемпионом Мира Да В Принципе У Белых Действительно Небольшой Перевес Как Уже Правильно Предложили Белые Здесь Нашли Выигрыш Пешки Пошли Ладья Д8 То есть Тут Чисто Тактический Момент Король А7 Ладья Д7 Идея В том Что Сейчас Грозит Конь С6 С8 С Выигрышем Ладья Ладья Аж 5 Конь С6 Роль Б6 Конь Д8 А3 Чтоб Не было Чтоб Пешка Не Висела Черные Пошли Опять То есть Через Несколько Ходов После Начальной С этого Момента Белые Выиграли Пешку Что Можем Об Этой Позиции Сказать Как Она Изменилась И В Чью Пользу Она Теперь Стала В Пользу Белых С Лишней Пешкой Или В Пользу Черных С Активным Королем Провести Пока Оценку Вернемся К Начальной Позиции Ну Как Олег Правильно Сказал Позиция Изменилась И Она Стала В Пользу Черных То Черные Путем Жертвы Пешки Активизировали Свою Корр Пешка Теперь Очень Опасная И Партия Закончилась Достаточно Быстро И В Четыре Здесь Пришлось Белым Ходить Ф3 Чтобы Как То Короля Активизировать Ну И Через Несколько Ходов Черные Здесь Выграют Потому Что Там И Пешка Проходит Скорее Всего Но Потом И До Пешки Д До Ходит Очередь Белые Пешки Никакой Контроигры Не Дают Видите Вот Такая Позиция Возникла Но Давайте Вернемся К Начальной Позиции То Мы Видим Как Заграли В принципе Белые Они Путем Тактики Какой-то С выигрышем Пешки Они Неправильно Оценили Позицию Которая Возникает В то же Время Шахматист Сыгравший Черными Очень четко Прочувствовал Что Можно сказать Проигрыш Этой Пешки Приведет К выигранной Позиции Потому Что Король Активизируется И Пешка Д Станет Просто Неудержимой Тут Еще Особенность Позиции Это Пешка Которая Держит Три Пешки Белых На Королевском Фланге Ну и В партии Получилось Что После Такого Продолжения Черные Выиграли И партию И турнир Давайте Вернемся К начальной Позиции И попробуем Все-таки Из-за Белых Найти Сильнейшее Продолжение Конь Д5 Белые Не стали Бить Потому Что Конь А2 Ход Какой-то Есть Поэтому Они По крайней Мере В партии Отказались Из-за Хода Конь Д5 Из-за Хода Конь А2 Попробуйте Найти Сильнейшее Продолжение За Белых Здесь Белых А3 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 Можно Пойти Но Конь Висит На Е7 Главная Проблема Белых Висит Конь Белых должны, в любом случае, они не смогут никакую игру навязать, если они не приведут в движение своей пешки. Они должны хоть как-то идти. Соответственно, задача сейчас найти такой план, при котором пешки приходят в движение. Подсказку дам, что все-таки конь d5 надо было ходить. И что делать после коня 2? То есть конь d5 мы ходим, он бьет коня 2. Казалось бы, у него пешка g все контролирует. Вот сейчас пешка а б пешки эти. Это белых? Что делать белым? Да, надо было как-то свои, наверное, тащить. Типа король g2 и... Да, правильно, f4. Король g2. Это может быть медленно, там опять какой-то ход. Вы сразу должны f4 ходить. А, сразу даже можно. f4, она gf, король f2. И я думаю, что эта позиция, как это ни странно, но у белых выиграна. Потому что у них, в отличие от короля, во-первых, у них пешки намного быстрее идут, во-вторых, из-за централизации фигур, я думаю, что у них решающий перевес здесь. В принципе, то, что лишняя пешка мы даже убрать не будем. Сейчас просто аж 4, аж 5 следующим ходом играем. Да, аж 6 еще мы темп выигрываем с нападением на ладью. Да, там еще и пешка же потом пойдет с темпом. Видите, тут самый важный момент, что при правильной игре и при правильной оценке позиции, с точки зрения понимания игры, целый легко выигрывали эту партию и выигрывали турнир. Неправильно оценив позицию, то есть правильно оценив позицию после хода конь d5. Понятно, что они уже тут рассчитались с ходом конь c8. Неправильно. Но конь c8, вот там говорили про вечный шаг, но тут же вечного шага нет. Да, нет, король на c7 идет с двойным ударом. Ну, то есть там можно конь d6, шах, король c7, конь e8, перейти в коневик, но коневик, по-моему, просто у черных лучше гораздо. Потому что мы не успеваем пешку уже уничтожить. Тут проблема в том, что проблема белых в том, что как они думали, в том, что если забрать пешку d5, то пешки a, b, ну, визуально, по крайней мере, сильнее, чем пешки f, j, потому что они держатся пешкой g. Но единственный ход f4, и все. И пешки белые приходят в движение намного быстрее, чем пешки черных. Спрашивают, кто играл? Так что, видите, вот играли, скажу, без фамилий, скажу, что играл российский шахматист азербайджанского. Черным играл, кстати, азербайджанец, по-моему, белый на российский шахматист. Так вот, очень важный момент, черные неправильно, точнее, белые неправильно оценили позицию, да, и, казалось бы, выиграли пешку. То есть, как такое можно оценивать. Вроде пешка выигранная, да? Вроде все правильно сделали. Но, учитывая, что у него централизовался король, пешка d стала просто опасной проходной, то, соответственно, это неправильное решение. Правильным решением было разменять пешку d5 на пешку a2, но и потом и киев 4 там. Ну, или даже, думаю, король же 2 можно ходить, но и в 4 просто намного агрессивнее, опаснее и более конкретно. Более конкретно по позиции. Ну, на этом наша шахматная часть сегодняшнего вебинара закончена. Дальше, Олег, тебе слово немножко. Да, ну, понятное дело, что... Говорим о ближайших наших планах. Да, понятное дело, что мы собрались здесь не просто так. С 25 сентября у нас начинается наш новый онлайн-тренинг, посвященный как раз секретам игры в Эншпиле. То есть будут участвовать в вашем обучении гроссмейстеры Бадур Джабава, представление не нуждается, Сергей Тевиков, Виталий Киселев и Дмитрий Кряквин. То есть 4 международных гроссмейстера. Также для вас будет обучающая часть. Первый месяц мы с вами будем изучать теоретические базовые позиции всех типов Эншпиля. Как раз этот месяц вы будете изучать его вместе со мной. То есть первый месяц как раз буду представлять я. А дальше по сложным игровым Эншпилем вступят в игру как раз уже Бадур Джабава, Виталий Киселев, ну и вот эти самые 4 международных гроссмейстера. Что вас ждет? Вас ждет минимум 20 часов онлайн общения с международным гроссмейстером Джабавой, Тевиковым, Киселевым и Кряквином. 8 вебинаров, ближайшие из которых стартует уже в следующий четверг на моем канале. Повторюсь, трансляция анонс также будет на моем канале, а также будет и запись этого вебинара. Дальше вас ждут 10 видеоуроков по темам тренинга от международного гроссмейстера Виталия Киселева и 10 видеоуроков по теоретическим позициям от Олега Саламахи, то есть от вашего покорного слуги. В 10 видеоуроков, которые длительностью каждый видеоурок 30-40 минут я попытался объяснить соответственно все типы Эншпиля. Используя понятное дело учебную литературу, но также чтобы не грузить вас какими-то формулировками, я все пытался объяснять с точки зрения именно шахматиста, чтобы было все понятно. Разложил просто по полочкам, я думаю, что те, кто Эншпиль даже терпеть не может, все равно после этих видео полюбят. Так как Эншпиль это кто у нас Виталий говорил, что умение играть в шахматы есть умение играть в Эншпиль. Так вот, также будет создана закрытая группа ВКонтакте, в которой вы сможете общаться между собой, задавать какие-то вопросы, если вам будет что-то непонятно. Вас ждет 1200 позиций для решения по этюдам теоретическим и сложным игровым окончанием. То есть работать придется всерьез, но с другой стороны вы сумеете усилить ваше понимание Эншпиля. Тренинг это для шахматистов уровня от 3-го разряда до мастера спорта, то есть каждый найдет в нем что-то интересное. Тренеров по шахматам, родителей шахматистов и всех желающих повысить свой уровень игры. Сейчас у вас должно появиться окошечко с вот этим самым тренингом, щелкнув на который вы сможете точно так же открыть этот сайт и познакомиться. То есть вот здесь ведущие тренинга и все их заслуги. Соответственно, программа тренинга. Первые, значит, 4 недели, повторюсь, что буду для вас я рассказывать базовые, теоретические, эншпильные позиции. Мы с вами разберем пешечные окончания, легкофигурные окончания, водейные окончания, а также ферзевые и многофигурные окончания. После такой, можно сказать, прокачки теоретической на пятой неделе вас ждет отдых и сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером. На шестой неделе Виталий Киселев расскажет о золотых правилах шахматных окончаний. На седьмой неделе оценка позиций и выбор плана в игровых эншпилях. Также, соответственно, будут проводиться вебинары с участием международных гроссмейстеров Бадура Джабавы и других журнальных гроссмейстеров, которые поделятся, конечно, своим несравненным опытом и умением играть эншпиль. Что теперь касается самой главной стоимости. Стоимость участия в тренинге для первых 50 участников составляет 4000 рублей. Если мы с вами сравним, то увидим, что время проведения с 25 сентября по 3 декабря. То есть, за 3 месяца обучения вы платите всего лишь 4000 рублей, после чего вами всерьез занимаются настоящие шахматные профессионалы. Ну и для настоящих, можно сказать, монстров вы можете купить VIP, стоимость 25 тысяч рублей, но здесь, помимо полного тренинга, вас ждут индивидуальные онлайн-занятия с международным гроссмейстером Бадуром Джабавой и международным гроссмейстером Виталием Киселевым. Если вы зайдете в интернет и посмотрите стоимость занятий с гроссмейстером такого уровня, как Бадур Джабава, я думаю, что вы поймете, что предложение более чем оправдано. Соответственно, здесь вы сможете посмотреть таблицу, что вас ждет, вас ждут различные плюшки, вас ждут различные бонусы, ну и соответственно, надеюсь, что если вы всерьез хотите заняться эншпилем и усилить соответственно себя в этой самой стадии игры, то этот тренинг будет вам, конечно же, очень полезен. Ну что ж, в принципе, я закончил. Передаю слово международному гроссмейстеру Виталию Киселеву, который расскажет подробно еще о бонусе и о участии в сеансе одновременной игры. Да, я только добавлю, что первые четыре недели обучающие видео будет действительно Олег записал базовых правил, а вебинары, которые по плану у нас, они будут с участием раз четырех гроссмейстеров, которые заявлены, то есть каждый из заявленных гроссмейстеров проведет по два вебинара минимум на этом тренинге, то есть и Бадур, и пяти веков два вебинара и Креквин я тоже два вебинара проведу, то есть каждый вебинар будет с мистером и начиная как раз с первой недели. Множество заданий, то есть чтобы в Эйншпиле хорошо научиться разбираться, нужно конечно прорешать множество позиций, прорешать, просмотреть, какие-то выучить, какие-то просто понять, соответственно эти множества позиций, поиск и отбору этих множества позиций, мы взяли на себя, нашли их, выбрали, сказали о них, какие-то вы будете сами решать, плюс будет закрытая группа ВКонтакте, которая обычно у нас бывает, опять же мероприятия в группе, все по стандарту, особенно для тех, кто уже не первый раз проходит. это уже пятый тренинг по счету, после первого тренинга уже начали просить провести поэмсполе, вот мы наконец-таки дошли и пригласили, как видите, Сергей Тивяков, он был олимпийским чемпионом еще в составе российской команды, потом он перешел за голландскую сборную, и конечно, как он сам сказал, одна из самых любимых его тем, Дмитрий Кряквин, это новые лица, да, для тех, кто не знает, это один из лучших тренеров детских по версии шахматной федерации российской прошлого года, тоже у него несколько чемпионов Европы, там призеры чемпионата мира есть, он тоже расскажет о новой бинаре проведет на тему оймсполя, поэтому именно общение с такими тренерами в любом случае даст, причем общения очень много будет, больше 20 часов, даст, конечно, мощный толчок, в понимании оймсполя. Ну и у нас будет в рамках подготовки, так сказать, к этому тренингу у нас будет сеанс в четверг, ну и мы решили, что в сеансе будут участвовать 10 человек, 8 из них, кто первые запишутся на тренинг, и двое будут выбраны путем конкурса нашей группе ВКонтакте. человек первые записавшиеся на тренинг, они как раз получают место в сеансе. Сеанс будет четверг в 18.30 по Москве. А меня поправляют, запишутся и оплатят. И у вас баннер вверху есть, вы можете всю дополнительную информацию там посмотреть. Для тех, кто смотрит видео в записи, ссылки на тренинг и запись на него под видео будет. И еще важный момент, по окончанию тренинга каждый участник получит сертификат. Олег, у тебя он есть? Сейчас показать его. Да, есть. Сейчас я открываю сертификат. Да, он получит вот такой вот сертификат участника тренинга «Секреты игры в Эншпиле». Здесь указаны «Ведущие», «Печать шахматной академии». И сертификат удостоверяет о том, что участник, ну здесь у нас Магнус Пушкин прошел трехмесячный тренинг шахматной академии. понятное дело, что вместо Магнуса Пушкина здесь будет с золотыми буквами написано ваше имя и ваша фамилия. Так. Ну что, будем плавно закругляться, да? Да, и будем ждать всех на тренинге и на вебинаре, который пройдет в четверг. Да, ну и остается лишь только нам значит, так, сейчас у меня тут что-то вылетело. Остается лишь только попросить от вас отдачи, то есть поставьте плюсик в чат, если вы все это услышали, если вам это было полезно и интересно, ну и соответственно напишите какие-то слова, как вам вообще сегодняшний вебинар, все ли было понятно, что вы извлекли из сегодняшнего вебинара и как вы вообще представляете, что такое Эншпиль. То есть небольшой такой интерактивчик, так называемая обратная связь, да, Виталий? И все могут на баннер нажать перейти на баннер, который висит над видео, я так думаю, у вас, а тех, кто смотрит записи, и посмотреть, почитать о чем Олег рассказывал сейчас. так, да, я баннер на четверг будет, четверг у нас будет сеанс, Олег будет комментировать, я буду играть выходных на ближайших уже, опять будет вебинар. Да, в общем, вы еще не раз о нас услышите и придете на наши вебинары. Так, записаться пишут можно на любой тариф, вот Алексей задает вопрос, то есть, видимо, имеется в виду запись, чтобы участвовать в сеансе одновременной игры. Ну, я думаю, что все-таки главное это конкретно этот тренинг, поэтому кто на полный тренинг записывается, тот и участвует в сеансе. В принципе, все участники тренинга тоже в сеансе будут потом участвовать. Так, на вебинар не успел. Да, но повторюсь, что время проведения с 25 сентября по 3 декабря, то есть, это у нас получается сколько? Два получается с лишним месяца вы будете заниматься, будете находиться под опекой сильнейших гроссмейстеров, сможете на вебинаре задавать им любые ваши вопросы, ну и понятное дело, что общение с такими с, значит, с шахматистами такого уровня конечно будет полезно для шахматиста любого уровня, будь то третий разрядник или будь то уже кандидат в мастера спорта. так, ну что ж, вот мне надо благодарят. Я честно скажу, что сам очень рад, чтобы, Олег, ну секунду я просто добавлю, скажу, что я сам очень рад, что удалось пригласить таких шахматистов, там, Кивякова, Кряковина, что они согласились, потому что у меня тоже есть вопросы к ним, я их точно задам, поэтому, ну и соответственно, все, кто будет участвовать, тоже смогут эти вопросы задать. То есть в этот раз одно дело, когда мы приглашали одного Бадура, да, все-таки было очень много вопросов, и он просто на них отвечать, а сейчас будет много шахматистов сильных и тренеров задавать вопросы, которые будут, в принципе, не только поискали отвечать, ну и ускажено будет по две встречи минимум, поэтому, если на одной встрече не уложимся, будем на второй задавать вопросы. Да, ну ссылочки соответственно на тренинг, мы сегодня заканчиваем и увидимся. ссылочки на тренинг остается лишь сказать, что будут в описании под этим видео, так как это видео пойдет и на мой канал, и на канал Шахматной Академии, чтобы как можно больше людей узнало о этом тренинге. С вами же были сегодня Олег Славаха, видеоблогер, и международный гроссмейстер Виталий Киселев. До новых встреч, друзья!